В хирургическом отделении областного клинического онкологического диспансера завершились ремонтные работы. Это был заключительный этап в модернизации хирургического корпуса. Палата осмотрел глава региона, после чего провел совещание, на котором обозначил основные направления в работе здравоохранения. Хирургическое отделение медучреждения готово принять пациентов. Оно предназначено для лечения больных с опухолями головы и шеи. Отделение развернуто на 24 койки. Этот корпус, кроме обозначенного хирургического отделения, вмещает также больных с отделением гинекологии, урологии и заболеваниями молочной железы. Кроме того, здесь находятся две лаборатории – патологоанатомическая и клиника диагностическая. Ремонтные работы проведены на сумму почти 9 миллионов рублей. А на 2017 год запланирован ремонт еще в двух корпусах медучреждения. При этом, как отметил на совещании губернатор, планируется расширение онкологической службы. На первой парке, как сегодня было сказано, жизнь выделяет онкологические заболевания. Все, что связано с онкологией. Конечно, нам здесь нужно будет расширять наши здесь мощности. Это значит, новый стратег. Но вот сначала, еще потому что мы начинаем сразиться областной больницы, а потом уже, так сказать, и параллельный. 2016-й под эгидой года здравоохранения прошел успешно, отмечают медики. 2017-й объявлен годом сохранения репродуктивного здоровья. В связи с этим продолжится совершенствование системы оказания медпомощи при родах. Будет сдан в эксплуатацию главный наш объект – это перинатальный центр. На сегодняшний день уже более чем на 80% работы завершены. В течение года мы проведем лицензирование. Соответственно, женщина уже получит возможность рожать на этапе третьего уровня в новых условиях. Также в этом году планируется сдача еще двух объектов – Центра сохранения женского здоровья на Корсунской улице и в Засвияжском районе. Кристина Агафонова, Мария Сафронова и Герман Баранов. Вести. Ульяновск.